О чем вы мечтали в детстве? Вспомнили? В суете будней иногда забывается что-то важное. Мы стремимся к стабильности, а в современном мире она чаще всего выглядит как офис с графиком 5.2, униформа и зарплата в положенную дату. И сменить эту привычную, налаженную стабильность на что-то другое порой страшно. И даже если очень хочется бросить рутину ради творчества или мечты, рискнет не каждый. У нас в программе сегодня человек, который рискнул. Василий Пронин, мастер по дереву. Встречайте. Василий, расскажи для начала, что вы здесь делаете вообще? У нас производство небольшое. В основном работаем по индивидуальным проектам. Делаем в основном детские кровати. Также сейчас открыли направление взрослые кровати. Делаем все из массива дерева. Максимально экологичные материалы. Эмали, краски. Дополнительно делаем все возможные кухонные утвали. Столы разные. Современные. Ориентируемся на рынок и стараемся соответствовать. То есть, если я правильно понимаю, можно вообще любую кровать придумать, прийти к вам, и вы такую же повторите. Да, да. То есть у нас бывает так, что люди просто, которые даже не умеют, в общем-то, рисовать, на листочке что-то изображают, что они хотят видеть. И мы потом это воплощаем в жизнь. За нами вот стоит частичка одного из таких проектов. Но этот проект был выставочный, как ты рассказал. Что это за кроватка? Вот поподробнее о ней. Кстати, ее можно приобрести, выставочный образец. Ну, делалась она действительно на выставку, чтобы люди приходили и видели, что можно получить, в принципе, заказывая у нас кровать. Вот здесь массив из березы был сделан и все. Она буквой Г такая кровать, с домиком. В общем, все очень так достаточно симпатично. Всю собрать мы, естественно, не можем. Сейчас она вся в упаковке. Мы единственную деталь достали, которая там наиболее доступная. А тогда она у нас уже как бы продается, но не особо мы активно ее продаем. Просто она стоит у нас. Если кто-то захочет когда-нибудь ее приобрести, то мы продадим, соответственно. Ну, честно говоря, мечта детства. Не только кровать, но и домик. А как вообще к этому пришел, к работе с деревом? Потому что изначально мы знакомы с тобой как с сотрудником правоохранительных органов. И как к творчеству, к ремеслу вообще привела тебя дорожка? Ну, началось, наверное, как и у многих, с мечты какой-то. Просто хотел заниматься деревом. При этом, соответственно, специализированного образования не было. Взял у друга гараж. Просто так он мне его отдал. Какой-то маленький совершенно. Купил какой-то маленький станок. И все началось с того, что я начал делать разделочные доски. Просто в подарок. Просто кому-то как-то где-то. Вот. И все как-то переслал в то, что нужно кроватки делать своим детям в первую очередь. Сделал своим детям кроватки. И вот с этого началась как раз вся вот эта эпопея с детской мебелью. То есть еще работая сотрудником органов, ты уже как хобби занимался вот этим, нет? Да. Да, совершенно верно. А в какой момент понял, что это занимает большую часть твоей жизни и пора вообще на это перейти? И сложно ли было решение принять, потому что все-таки свое дело, это довольно рискованно? Рискованно, да. И решение было очень непростое, потому что я же не один, у меня же семья тоже и дети. И на самом деле даже по ночам подтряхивал, когда решение такое принимал, уходить с органов, потому что уже была привычка определенная, уже не один год там работал. Но также было понимание, что хочется заниматься тем, что все-таки нравится действительно и что приносит прям действительно удовлетворение от жизни. Хотелось получать, работая. И вот так вот и решил. Ну, учитывая, что опыт вообще ремесленного занятия, это около пяти лет у тебя, да, и лет пять назад начал плотненько этим заниматься, а свое производство уже примерно год. И за этот год развитие довольно серьезное. Вот, в частности, выиграл конкурс молодого предпринимателя, правильно я понимаю? Или грант? Ну, это что-то вроде гранта помощи молодым предпринимателям начинающим. Узнал про него. Это в Центре занятости населения. Возможно получить его. То есть там очень большая такая бюрократическая машина. Ну, она относительно большая, когда, не знаю, не сталкивался с этим. Для меня, в принципе, так как я в органах работал, прекрасно представлял, что такое составление документов в целом. Вот. И что нужно сделать, чтобы все максимально хорошо получилось. Вот. Составил бизнес-план, все документы собрал, все там, все условия выполнил. И потом поступил звонок. Я, если честно, не особенно на это надеялся, не особенно ожидал как-то. Вот. Поступил звонок, говорю, Василий Евгеньевич, вы выиграли, значит, этот конкурс. Вот. И все. Дальше уже заказывал оборудование. Тут два оборудования пришло. Одно еще не пришло, ну, в соответствии с последними событиями. Ну, ждем. Должно все-таки тоже подойти. В любой работе, даже в самой любимой, да, есть некие подводные камни. Какие сложности встречаются на пути чаще всего? Чаще всего это материал. То есть зачастую, допустим, можно взять заказ определенный, приехать к пысковщику, а он тебе скажет, что материал приедет, допустим, через две недели. Его сейчас в наличии нет. Вот. И приходится как-то заказчику объяснять то, что материала сейчас нет, и нужно немножечко подождать, либо искать какие-то другие варианты, либо из другого из чего-то делать. Но в любом случае это все обговаривается и все решается. Такое бывает крайне редко, но вот иногда все-таки случается. То есть я уже слышала, кстати, от строителей, что с деревом, с материалом именно у нас проблемы довольно, да? Да, да. Во-первых, и повышение было цены в целом на материал, но оно на нас не отразилось особенно. То есть мы не стали просто повышать ввиду большой конкуренции. И если бы повысили просто стоимость, то потеряли бы клиентов. Вот. Сейчас, вот только сейчас, вот спустя, наверное, сколько, два года с последнего поднятия цены, вот мы только сейчас начали его немножечко приподнимать, потому что, ну, уже невозможно по тем ценам торговать, ввиду того, что и краски мы используем не куплены в строительных магазинах, а это специализированные краски, именно мебельные. И они четко привязаны к евро, потому что идут непосредственно с Европы. И, естественно, евро растет, цена на них тоже возрастает. Какие вообще творческие планы, куда развиваться хочешь? Может быть, хочешь чему-то научиться или выполнить какой-то проект мечты? Ну, вопрос достаточно сложный для меня, потому что я последнее вот это все время я занимаюсь чисто индивидуальными заказами, а все люди разные, все заказчики разные, и нужно каждому найти подход, выполнить там все, которые, так скажем, моменты, которые человек хочет исполнить именно в своем проекте. Это достаточно занимает много таких творческих ресурсов, конечно, очень интересно работать, и очень интересно потом передавать вот это изделие уже заказчику, когда он остается доволен, и все прям прекрасно. Но это отнимает очень много именно таких сил. Хочется перейти, наверное, на серийное производство, но это достаточно уже сложный процесс именно перехода в данный момент. Это, наверное, единственное, что сейчас меня волнует, и о чем я сейчас думаю. А дома вся мебель твоими руками сделана? Большинство, большинство мебель. По крайней мере, детские кровати я уже поменял, сделал одни, сейчас поменял на другие. Свою кровать, естественно, тоже сделал. Ну и так все по мелочи тоже. Родственники, наверное, обращаются, да? Со своими проектами? Ну, конечно, конечно. Но у меня такая позиция относительно, так скажем, родственников, близких и друзей, что приходите ко мне в мастерскую, я все предоставлю, все объясню, где-то помогу, что-то сделаю, но за вас я делать не буду. Будем делать рядом вместе. А есть ли за вот время твоей работы такие, скажем так, изделия, которыми ты прям сам гордишься и которые было жалко отдавать заказчику? Ну, прям вот, чтобы жалко отдавать, конечно, такого не было. Наоборот, хотелось отдать, и чтобы дети были довольны, чтобы кроватки прям радовали. И такие проекты действительно есть. И есть фотографии, я потом предоставлю их, прям классные действительно. Ну и все вот тут, кто рядом работает, заходили, смотрели на них, и все прям с открытыми ртами, это доставляет огромное удовольствие и заставляет так несколько гордиться своей работой и тем, чем ты занимаешься в целом. И сколько примерно времени уходит на то, чтобы изготовить в среднем кроватку детскую, например, скажем? Ну, здесь все зависит от загруженности производства непосредственно и от проекта. То есть это может быть и два дня, может быть и месяц уходит на проект. То есть все зависит от сложности, от наличия материалов, ну, такие вот вещи. Чертежи сам перечертишь? Рисуешь, отрисовываешь? Вот эта вся инженерная история, которая потом исполняется с тобой и работниками? Да, да. Все черчу сам, расписываю полностью карту, раскрою всего материала, только потом передаю его уже работникам, которые уже его раскраивают, а финальную сборку оставляю за собой. У меня техническое образование, поэтому я немножко в черчении понимаю. Выставки, в которых вот в частности участвовала вот эта кроватка, какие еще выставки на счету за время работы, производства? Нет выставок. Нет, то есть это какая-то где выставляла? Это у нас стояло в шоуруме. А, в шоуруме. У нас было другое помещение, оно было больше, мы как бы планировали большое массовое производство, но, к сожалению, ничего не получилось, вот, ввиду того, что дураки. Кстати говоря, ситуация хотя и сложная, да, вот, допустим, один из станков не может к вам приехать в связи с нарушением логистики из-за мировой ситуации, да, но уходит с рынков, допустим, Икея, то же самое, простор для творчества становится прям, мне кажется, еще шире. Уже ощутил на себе повышение каких-то, какого-то спроса от людей или пока еще нет, пока люди ждут возвращения Икеи? Прямо вот сейчас повышения спроса какого-то нет. В принципе, у нас всегда производство загружено, и всегда мы без работы, вот я не помню такого, чтобы мы сидели как-то без работы. Буквально вчера люди, которые меня уже заказывали, то есть уже мои постоянные клиенты обратились, сказали, что мы хотели заказывать что-то в Икеи, какие-то там полки, что-то еще, вот Икея, естественно, все, мы хотим заказать у тебя. То есть вот это единственное, что пока что от Икеи мне уукнулось. Но уже звоночки такие есть. Да. А где, допустим, наши телезрители, которые сейчас посмотрят сюжет, интервью, могут ознакомиться с тем, что ты делаешь? В основном представлены ВКонтакте, в социальной сети. Не устаешь работать с деревом? Все-таки не сказать, что в органах много работал с людьми, бумажная работа, а здесь больше такая уединенная, интроверт. Ну, с заказчиком работаешь, да, там находите общую концепцию, а потом все-таки в одиночестве, да, здесь не устаешь от такой перемены? Ну, в одиночестве я практически не работаю, потому что основная моя деятельность заключается именно в закупках, в общении с заказчиками, с поставщиками. Вот всю работу, которая требует такого одиночества, у меня выполняют специальные рабочие, вот я занимаюсь уже непосредственно, так скажем, финальной сборкой и закупкой всех материалов, все подготовкой и покраской. То есть все равно это коммуникации? Да, коммуникации очень много на самом деле, поэтому от одиночества явно не устаю. Можно пригласить сюда людей, которые хотят эксклюзивную вещь для своего интерьера из настоящего натурального дерева, можно прийти вот к Василию. Василий, приглашай. Да, пожалуйста, находимся по адресу Затинное, дом 27, только предварительно. Здесь нужно как-то позвонить или предуприть о своем приезде, чтобы я был на месте, потому что кроме меня, в общем-то, никто ничего здесь не расскажет вам. Не зря говорят, что сейчас, несмотря на тяжелую, трудную мировую ситуацию, время возможностей, Василий, один из подтверждающих это своими руками, своими силами можно творить. Форма сотрудника госавтоинспекции осталась только на фотографиях. Теперь Василий отрастил бороду и углубился в ремесло. И, кажется, не жалеет о том, что однажды рискнул кардинально сменить вектор своей жизни. Всем коллективам пожелаем успехов мастеру. А с вами, дорогие телезрители, прощаемся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова